Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Пианистка была вынуждена пропустить похороны Армена Джигарханяна из соображений личной безопасности. Траурную церемонию посетили десятки коллег покойного артиста, в их числе и Владимир Конкин, с которым Армен Борисович снимался в фильме, место встречи изменить нельзя. Виталина утверждает, что Джигарханян терпеть не мог Владимира Конкина, а также многих из тех, кто пришел проводить его в последний путь и посмел произносить якобы искренние слова. С Конкиным он не общался 40 лет, даже не захотел делать про него интервью. Он его, простите, выгнал вместе со съемочной бригадой, когда тот к нему пришел. Он не любил Конкина, говорил, что это плохой человек. Поэтому, нет, Конкин, это не наш герой. И не называйте мне Рудинштейна. Да и с тем же Бедросом Киркоровым он тоже не общался. Это все люди, не его круга. А где были люди, которые его? Не было их там. Никого. Понимаете? Для меня это страшно, сетовала 41-летняя пианистка. Цымбалюк Романовская негодует из-за того, что проводить Джигарханяна в последний путь пришли совсем не те, кого он любил и уважал. Я не хочу называть их имена, но они у всех на слуху. Это художественные руководители, это ведущие актеры, это народные артисты. Армен Борисович работал в двух больших театрах страны. Я не упрекаю, потому что понимаю, почему они не пришли. Лишь хочу сказать, что не мое отсутствие там было главным. И кстати, то же самое было на 85-летии. Никто не пришел его поздравить, а он очень хотел всех видеть и конечно же все понимал. И мне, поверьте, есть чем сравнивать. Я проводила два предыдущих юбилея, и там было совсем по-другому, подчеркнула она. Напомним, пианистка и актер разошлись со скандалом три года назад. Тогда Армен Борисович обвинил экс-супругу в мошенничестве. Виталина чуть было не попала за решетку, но вскоре шумиха улеглась. Сегодня Цымбалюк Романовская не держит зла на артиста, считая, что им манипулировали заинтересованные люди. Я думаю, он хотел вернуться, просто у него не было возможности на этом настаивать. Но что он мог сделать, если у него забрали телефон и сменили номер, а мой он вряд ли помнил, рассуждала блондинка в интервью. На этом все. Подпишитесь на наш канал и поставьте лайк, если понравилось.